всем привет вы любите тяжелый гитарный рок я очень люблю тяжелый гитарный рок самого детства хотя из детства я и не выпадал еще и вряд ли уже выпаду сын неважно сколько человеку лет главное чтобы он был молод душой и телом как я надеюсь вот так вот а стариков я не люблю старики это те кто состарились внутри себя вот здесь если вот здесь состарился то все уже мне не интересно с таким человеком общаться но когда мне было формально меньше лет чем сейчас когда был формально моложе то есть юн учился в школе в институте там я в те именно годы полюбил вот эту музыку которую я сейчас называю хэви-рок это моя градация такая потому что термин хэви-рок он как то не прижился он используется в разных энциклопедиях где-то мелькает где-то что-то такое упоминается хэви-метал понятно все да а вот хэви-рок как-то что такое расплывчатое не очень внятное хард-рок это хард-рок хард-рок это все-таки моторная музыка вся в метрономе так или иначе вся в моторике быстрая четкая достаточно холодная несмотря на ярость и невероятные сольные партии разнообразные ритмические чудеса построения она все-таки такая более механическая хотя мне нравится много групп которые играют хард-рок про хэви-метал я уж не говорю это отдельная история это совсем прямая рельса такая без шпал практически лежащие рельса лежащая на асфальте просто по которой несется какой-то одноколесный локомотив тяжелый но тоже интересной музыки там много однако к хэви-року в моем понимании хэви-рок это такая гитарная история преддверие этого самого хард-рока только все еще в блюзовых в блюзовом болоте находящиеся и несмотря на всю тяжесть несмотря на громкость несмотря на широкие рифы гитарные она все-таки такая она дышащая она не четко метрономная хотя все там сыграно в долю ровно все все классно но она внутри дышит вся там вот есть в каждом рифе в каждом такте есть такие пики есть спады есть какие-то микропаузы микросдвиги какие-то такие от отклонения от метра чуть-чуть и не нужно буквально это все понимать не нужно искать вот в каждом рифе вот эти самые пики спады можно их и не услышать но в целом когда слушаешь массив этой музыки две три четыре песни альбом второй альбом понимая что она все таки это не не хард это не не вот этот холодный механический мотор и вот одна из таких групп замечательных да вот этот период мой любимый самый да я уже говорил это 67-73 год когда этот самый хэри рок мой любимый расцветал вот одна из замечательных групп которые в нашей стране мне кажется популярнее гораздо чем в америке хотя группа британская из уэльса да насколько я помню в нашей стране она по моему более известна чем соединенных штатах америки хотя музыкальный рынок американский конечно это номер один рынок если группа не достигла популярности в америке значит она не достигла популярности вообще никакой ну это относится и к баджи как раз которая в британии была очень сильно популярна в россии тоже была очень сильно популярна особенно в 70-е 80-е годы не знаю как сейчас все мои знакомые меломаны баджи знают любят собирают слушают и прочее прочее мне тоже очень нравится как представитель хэви рока но все-таки популярность у группы была достаточно локальная несмотря на то что группа великолепная просто один из лучших представителей наверное этого самого хэви рока got everything is my heart the other nude disintegrating parachutist woman замечательная песня до альбом продюсировал роджер бэйн известный вам по работе с группой black sabbath первые по моему три альбома записал black sabbath и judas priest правильно да роджер бэйн писал ну и баджи уже после black sabbath после первого альбома black sabbath он записал вот эту замечательную команду записана она была за четыре дня пластинка вот это недолго музыка играла что называется но правда black sabbath он записал еще быстрее и получилось громче даже чем здесь но здесь он поработал серьезно он старался сохранить живой звук что у него получилось абсолютно живой звук с добавленными студийными чудесами с выравниванием с подчистками с овердаббингом кое-где в общем получилось шикарная совершенно музыка тут тут такого чудесного чудесного здесь много например например эта группа на мой взгляд похожа одновременно и на на rush и на black sabbath и на led zeppelin и на крим при этом в ней если проводить эти параллели если брать эти референсы что называется очень много недостатков нед недостатков нет технического мастерства и сплоченности rush нет гитарной легкости эрика клептона нет джазовые свободы барабанщика джинджера бейкера нет удивительного вокала джека брюса его мелодизма его песен которые пели в группе крим эрик лэпсон в том числе и джек брюс и нет этого конечно басизма не такого как в rush никакого как крим нету мистики в гитаре лед zeppelin джимми пейджа я имею ввиду нету адских барабанов джона бонома да кто там еще у нас black sabbath нет глубины и тяжести black sound но при этом группа удивительная самодостаточная непохожая она и похожа на те четыре группы которые назвал и не похоже на них потому что она играет совершенно другое но вроде вроде все то же самое взять эти четыре группы и мы найдем здесь прямо кусками моменты из музыки его дзеппелин и black sabbath ну розер бейн постарался уж само собой и rush в вокале и кто там еще у нас четвертый и крим да конечно выстроено все как рим гитарное трио power power трио такое гитара бас барабаны басист поет вроде бы все то же самое но что сказал роджер бэйн здесь он написал аннотацию к русскую написал что вкратце что безусловно это не великие композиторы не виртуозные музыканты не супер шоумены но это просто великолепная рок-группа с большой буквы r и это чистая правда очень кайфовая музыка газ первая вещь начинается с абсолютно тупого рифа который повторяет вокальная партия на советском телевидении когда сатирическим образом изображали западная рок-группы примерно вот такую музыку пытались донести до советского зрителя чтобы показать насколько это тупо насколько это просто насколько это примитивно грубо и громко вот послушайте гац это в чистом виде та самая советская сатира только по-настоящему как она есть было как она была и есть по настоящему кайфовейшая затягивающая штука под которую начинаешь качать головой хочется ее сыграть подыграть пропеть и все очень здорово следующее everything is in my heart коротенький номер одна минута молодые парни которым здесь по 20 лет 20-22 года вот этим замечательным артистам показали что они слушали и любят beatles и записали мелодическую мелодичную приятную красивую песню следующая вещь отор начинается также как продолжение предыдущий красиво мелодично широко потом падает в громоподобную такую вот катящуюся как катящий громоподобный катящийся камень рифовый тяжелые гитары с басом с барабанами и барабаны здесь играют просто цитатами из джона бонова просто брейки сбивки вся структура ходы связка бочки с малым барабаном просто цитатами из бонома ну и ничего страшного все отлично получается очень классно самое грандиозное полотно восемь с половиной минут new disintegrating парашютист woman страшная совершенно вещь которая начинается медленно с black sabato вских рифов тяжелых а потом какой-то момент такой раз и по не понеслось в сторону ладзеппелин все опять-таки прямо и вокал похож и барабаны похожи и бас похож но в целом все вместе не похоже все это баджи все отлично здорово самая ужасная страшная вещь rape of the logs первая на второй стороне она просто ужасно в хорошем смысле то есть не то что хочется переставить тонарм или там перемотать в нее тоже погружаешься но она полна ужаса гитара начинается с дикого соло совершенно гитарного с эффектами мелатронными какими-то ну гитарные истории здесь не такие как у пейджа мистические и неожиданные они достаточно стандартно традиционно ночь хорошо сыграны и в целом напоминают то что играл тони аеме на первом альбоме black sabato блюзовые построения но очень сумрачные очень мрачные чисто блюзовые истории но очень рока такой блюз-рок очень тяжелые очень мрачные очень нервные и тревожный но громкий ядовитый и адский all night petrol еще более тяжелая страшная песня но при этом очень комфортная для восприятия вот так вот бывает you and i еще одна баллада красивая мы тоже помним битлз мы тоже любим битлз все хорошо и под конец homicidal suicidal suicidal 6 половиной минут еще более пародийная штука если смотреть с точки зрения советского телевидения абсолютно пародийная какая-то вещь но настолько крутая настолько она настолько простая и в то же время настолько правильная что просто мне иногда становится обидно за отечественных наших музыкантов которые играют рок-музыку которые никогда в жизни бы не написали такую песню если бы кто нибудь принес в студию материал такой вот как вот это homicidal suicidal и мы бы сказали что это за детский сад что это за риф такой какой-то банальный неинтересный монотонный а где развитие а где а где вообще гармония красивая а не надо этого достаточно играйте вот это ребята и будет настолько правильно и здорово и все в зале умрут но это не главное главное чтобы вам было на сцене хорошо чтобы то давление которое вы создаете этим рифом она у вас раскачивала вам приносило удовольствие и тогда это удовольствие будет транслироваться и на зал и на аудиторию и на радиоволны и куда угодно куда угодно в общем очень хорошая группа 5 с плюсом можно поставить этот пластинки баджи 71 год первый альбом пойду пить пока